18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. За последний год была изменена полностью батонная линия. Современная, совершенно новая. Товар повышенного качества. Продукция анапского хлебокомбината признана одной из лучших в Южном Федеральном округе. Это очень опасный переход. Рядом школа. Опасный переход или невнимательные водители. Еще одно ДТП с наездом на пешеходов и снова на зебре. Дает силу, дает силу, выносливость. Выносливость вообще великолепную дает. Гайкадзорский левша. История об уникальном человеке, который научился управлять машиной и создавать сложное изобретение, что называется, одной левой. В городе-курорте сегодня почтили память казаков, жертв политических репрессий. К мемориалу в сквере боевой славы пришли представители Анапского районного казачьего общества, учащиеся казачьих классов, родственники репрессированных казаков и представители городской администрации. У каждого, кто пришел сегодня к мемориалу, посвященному жертвам политических репрессий, своя семейная история как часть истории общей. В этот январский день 1919 года появилась закрытая директива, которая начиналась со слов ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Директиву подписал председатель Центрального исполнительного комитета партии большевиков Яков Свердлов. Средний казачий класс в ней приписывалось взять под контроль, чтобы не допустить антисоветских выступлений. Методы не оговаривались, но в семьях сохранились воспоминания о том, как арестовывали женщин и детей, фактически брали в заложники. Семьи старались содержать это самое все в тайне. Повысылали почти всех туда, в Забайкаль, в Бурятию, в Тайгу, в леса. Приходили ночью, арестовывали, забирали, в машину высадили на пояс и вперед. Это началось еще в 1918-1919 году, вот это 21 год. Уже 16 марта спустя три месяца репрессивную директиву отменили, однако гражданская война была уже давно в разгаре. По словам Владимира Мостовского, как минимум 8 его родственников, близких и дальних, погибли, сражаясь на стороне белых. Согласно документам особой следственной комиссии при армии Деникина, за 1918 и 1919 годы на Дону, Кубани и Ставрополье большевики расстреляли более 5,5 тысяч казаков и членовых семей. Но эта цифра не учитывает число тех, кто погиб в пути или уже в ссылке, просто пропал в безвести. При этом за тот же период, только на Дону, белогвардейцами из армии атамана Краснова было расстреляно, по разным данным, от 25 до 50 тысяч красных казаков. Первые казачьи части в СССР начали формировать лишь в 1937 году. До этого политика в отношении казачьего сословия была жесткой, вплоть до арестов и расстрелов. Общего числа жертв политических репрессий среди казаков сегодня не берется назвать никто. На митинге прозвучала цифра 3 миллиона. Сегодня как никогда вы должны сплотиться вокруг именно атамана, кубанского войска, ваших атаманов. Но сегодня наше казачество крепнет как никогда. Правительство сегодня обращает внимание на все преференции, дает казакам, для развития казачества и землю. И сегодня дается все возможное для того, чтобы помнили, чтили память о тех, кто погиб как в период этот тяжелейший, так и в годы Великой Отечественной войны. В традициях казачества сегодня уважение к старшим, любовь к родине, любовь к ближнему. И посмотрите сегодня по Анапе, где любое мероприятие, которое бы сегодня не проводилось, не обязательно присутствует казачество и уважаемые казаки. Власти как на местном, так и на краевом уровне сегодня видят в казачестве с одной стороны один из важных символов Кубани, с другой нравственный стержень и пример для всех ее жителей. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Анапский белый нарезной батон признан одним из лучших на юге России. Об этом сообщается на официальном сайте Роскачества. Нарезные батоны 16 торговых марок были закуплены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Исследования проводили в лабораториях Роспотребнадзоры и Ростандарта по 48 параметрам качества и безопасности. Наш хлеб прошел проверку на отлично. Узнать секрет качественного и вкусного хлебоболочного изделия отправились наши корреспонденты. То самое тесто, из которого на выходе получаются батоны. Весь производственный процесс занимает около 40 минут. Один из секретов – батон не просто формуется, как раньше, а сворачивается из раскатанного теста. Середина получается идеально мягкой, что в числе прочего оценили специалисты, которые проводили тестирование. По его результатам анапской версии нарезного батона может быть присвоен российский знак качества. В первую очередь, конечно, это очень приятно, что нас заметила такая серьезная контора как Роскачество. Я вам скажу, что к этому шли мы тоже не просто так. Это тяжелый труд, потому что за последний год была изменена полностью батонная линия. Современная, совершенно новая, со всеми показателями, со всеми электронными моментами. То есть мы гордимся этим. У гендиректора анапского хлебокомбината Сергея Яндовицкого в шкафу сразу три белых халата. В рабочем кресле он проводит лишь половину дня. Последние несколько лет активно идет модернизация производства. Помимо прочего, обновили печь для формового хлеба. Участок, где замешивают тесто, изолировали, чтобы можно было поддерживать оптимальную температуру. Импортные миксеры совместили с автоматикой, которую заказали на одном из уральских оборонных предприятий. Вот все включили, и оно пошло на борту. Так регулируют объемы соли и воды. Дрожжи используют классические. На предприятии работают около 200 человек в две смены по 12 часов. Тамара Чеканова здесь уже седьмой год. Общий стаж около 35 лет. Наверное, призвание. Наверное, нравится очень. Вообще, очень нравится работать. С хлебом нравится работать. Чтобы вкусный хлеб, ну, наверное, душу надо вкладывать. Надо душу вкладывать. Нравилось, чтобы работать. У нас вообще работают девушки, очень давно работают. Все молодцы. Ежесуточно здесь производят порядка 20 тонн самого разного хлеба. Из одного такого замеса получается около 130 батонов. Этот будет с луком. Их начнут выпекать сразу после белых нарезных. Новая линия универсальная и позволяет экспериментировать. На столе у руководителя принципиально новый продукт. Хлеб с добавлением активированного угля. В Европе такой пользуется спросом. Помимо этого, разрабатывают рецепт батонов из ржаной муки и с добавлением клюквы. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа-регион. И вновь дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. На этот раз авария произошла в станице Анапская. Трое молодых людей угодили под колеса легковушки на пешеходном переходе. Серьезные травмы получил подросток 17 лет. Сейчас он находится в больнице. Станица Анапская. Нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Мира и Кавказская. На камерах видеонаблюдения видно, как группа из трех человек переходит проезжую часть по зебре. Но на середине пути в них врезается легковой автомобиль. От удара один подросток перелетает через машину. Остальные серьезно не пострадали. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Возбуждено административное производство. Проводится проверка. Установлено, что виновник ДТП, 50-летний житель станицы Анапская, за рулем был треск. Однако, скорее всего, превысил допустимую скорость. По этой дороге разрешено двигаться не более чем 40 км в час. Кроме того, установлена камера скоростной видеофиксации и знаки, предупреждающие о пешеходном переходе. Но, к сожалению, по словам местных жителей, водители здесь часто игнорируют правила, и этот переход требует более серьезных мер безопасности. Это очень опасный переход. Рядом школа. Один раз в неделю вот у нас ярмарка, на которой очень много людей. Не все, не все совершенно водители или знают, или иногородние не останавливают, не притормаживают. В Краснодаре, посмотрите, там, где дети, там воздушные переходы. И никаких проблем водителям. Ну, интенсивное движение, постоянно, сам с ребенком, нет-нет, прогуливаемся на ту сторону, переходим в парк. Ну, опасно, в общем. За последнее время случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходом участились. Отдел ГИБДД бьет тревогу и усиливает профилактические меры. С 25 января будет проводиться операция «Пешеход». Наряды дорожно-постобой службы и ГИБДД будут выявлять водителей, которые игнорируют знаки. Мероприятие продлится до 3 февраля. Руслан Душевский, Анапа-регион. Для снижения количества ДТП принимаются и другие кардинальные меры. Так, одним аварийным участком в Анапе станет меньше. На перекрестке по улице Парковой устанавливают светофор. Это развилка одна из сложных. Чтобы выехать на главную дорогу, необходимо пересечь две полосы. А с учетом интенсивности движения в этом районе, водителям приходится подолгу стоять в пробке. Часто здесь случаются аварии. Комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение сделать перекресток регулируемым. Светофор уже установлен. В ближайшее время его подключат и настроят. По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства, здесь будет организован и пешеходный переход. Сейчас проводятся благоустроительные работы, продлевая тротуар. На Кубани стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В это время пройдет ряд мероприятий, принять участие в которых приглашаются все желающие. Ближайшие памятные акции в Анапе запланированы ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 25 января в 12 часов в Центральной библиотеке состоится час памяти «Был город фронт, была блокада». 26 января в военно-патриотических клубах пройдут тематические беседы, посвященные Дню воинской славы России. На центральных улицах Анапы будут работать мобильные площадки, где жителям и гостям города раздадут информационные листовки. 26 и 27 января в 11 часов у Стеллы «Город воинской славы» школьники и студенты будут нести почетную вахту памяти на посту номер 1. А 27 января в средней школе номер 3 пройдет кинолекторий на тему «Блокадный Ленинград». Житель Гайкадзора разработал технологию, которая призвана помочь тем, кто испытывает боли в спине. Изобретать он начал еще будучи подростком в медицинской сферой, заинтересовался из-за собственных проблем со здоровьем, которые научили его быть упорным в достижении любой цели. Я не пошел по другому пути, чтобы просить помощи. Я начал сам выходить из этого положения. Пошел зеленый свет направо и мы пошли. Ашот Етумян за рулем почти 20 лет и без единой аварии. При том, что водит машину в буквальном смысле одной левой, будь то иномарка или советская классика. Правая рука не работает совсем с младенчества. Родовая травма. С тех пор, как говорит он сам, не ищет легких путей. В молодости пытался вернуть руке подвижность безуспешно, но с тех пор привык работать над собой. Это конструкция весит 17 килограммов. Кепка, 7 поножи, еще по паре килограммов. В такой амуниции он пробегал по несколько километров в день. Дает силу, дает силу, выносливость. Выносливость вообще великолепно дает. Все сделано дома, своими руками, по собственным чертежам. Ашоту сейчас 42 года. В семейном архиве переписка с журналом «Юный техник», который во времена Советского Союза объединял начинающих изобретателей. Сегодня у него всегда под рукой тетрадь. Рисую свои идеи, чертежи. Одна из таких идей – организация поточного производства сувениров из гипса. То, как все организовано, 15 лет держали в секрете. В каждое сырое изделие вставляется шуруп. При высыхании он формирует резьбу. Такие же приварены к металлическим прутьям. А в столе просверленные отверстия объема производства были в 4 или 5 раз выше, чем у конкурентов. Мы берем, оба, окунули, все, загрунтовали, все, оно повисло. Опять окунули, загрунтовали, оно повисло. То есть стекает. То есть не надо работать кисточкой. То есть это все очень быстро делается. Эта плитка не раскрашивается. Она изначально изготавливается цветной. Такой рисунок не стирается со временем. Дело опять же в технологии. Краска фактически смешивается с верхним слоем раствора. В каждой форме я поднял бортики, борта. Правильно? То есть вот они борта. Получается первый слой, первый слой я заливаю цветным красителем, компонентом. По словам изобретателя, старые ноу-хау по разным причинам потеряли актуальность. Но есть технология, которую он пока держит в секрете. Специальный тренажер для мышц спины. Если, например, происходит защемление нерва или нужна реабилитация после травмы. Мы люди, мы ходим вертикально. У нас постоянная компрессия. Чтобы выйти из этого положения, нам надо создать декомпрессию. Правильно? То есть мы к этому приходим по-разному. Мы можем пойти на массаж, мы можем лечь. Это декомпрессия. То есть можно сделать какие-то растяжки, водные растяжки, подводные вытяжения. То есть это все декомпрессия. Я сделал другое. Мечта – построить зал с несколькими подобными тренажерами для разных групп мышц. Сейчас идет работа по оформлению патента и обсуждение технологий с медиками, а также поиск инвесторов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова